Какой вид все-таки сегодня красивый. Да, так оно как солнце и тучи. И оно желтизной такое отдает. Сейчас я хочу. Микки, стой. Стой, пожалуйста. Стой, моя умница. Блин, камера не передает. Да, как зеркало. Может... Да ладно, я же не буду идти. Там и потом еще, если будем идти, все равно рано приедем. Ну, не надо. Будем, ребята, кидать монетку или нет. Вот. И тут тоже, видишь, как через деревья свет проходит. Тоже красиво. Очень можно классные фотосессии делать. Пошли, пошли. Вон, друзья, я видела, Тимоха туда пошел. Значит, они сюда будут обратно идти. Я с Тимохой попросяюсь, да? С Тимохой! Девчонки, переезд. День второй. Собираю вот эту сумку. Хочу с тобой взять. Надо еще Микки на тарелки положить. Вот эти вот. Там вот вдалеке стоит. Мы запаковали. Ту-то, мачку, которую я вчера показывала. И еще вот эти вот внутри коробки пойдут на почту. Своими ногами. В перерывах снимаю для вас. Я не знаю, какой сегодня выйдет влог. В общем, уже выкинули пакетов 10 с утра мусора. Это я сейчас несу Веронике. Тут то, что мне не нужно. Тут разные судочки. И роутер она мне одалживала. Ей отнесу. А это посылка. У нас получилось три посылки. Это одна из них. Еще две тащить. Одна весит больше 25 килограмм. Это, конечно, жесть. Вот. Как-то так. В общем, еще одна посылка. Она, ну, типа, 20 килограммовая коробка. Она на весит килограмм 25. Мы решили не тянуть. Сейчас приедет курьер за тумбочкой для Наташи. И мы отправим вместе с этим курьером. Потому что уже ни рук, ничего нету. Жду. Сейчас мама еще бутылки вынесет. Попросили пенсионерки здесь в доме живут. Думаю, им будет полезно. А мне не жалко. Все, друзья, выселяемся. Сейчас вам немного покажу квартиру. Топающего Мики. Не пылесось, зайка. Вот так вот она выглядит уже полностью. Здесь полностью все убрали. Так. Меня отвлекли, звонили. Курьер звонил. Вот. Это все наши вещи. Мы будем их забирать. Так что-то у меня немножко надо протереть. О. Мне кажется, так будет четче. Сумка, ноутбук. Вот эта вот палка, которую мы вчера забыли доложить. Пакет. Пакет. Зонтик большой. Ну, а сейчас отнесем пакет на... Ты сейчас прямо на новую почту пойдешь? Что? На новую почту прямо сейчас пойдешь? Или мы... Пока, да. Значит, мы будем хозяйку сами встречать. Так. Это коридор. Но он достаточно небольшой. Вот. Жилетка моя заберу. Сейчас надо взять и так. Вот. Сейчас вам ванну покажу, какая была уже. Что всех... Всех это, наверное, интересовало. Вот такая вот ванна. Вот. С этих плиточек это, конечно, не очень должно быть. Оттуда вода текла. Кто помнит, я тогда в инстаграм видео снимала. Это мы там пару средств оставляем. Вот так вот, собственно, выглядела сама ванна. Печально, конечно. Но я уже могу это показывать, как бы. Я уже что-то жить не буду. У меня волосы торчат. Я как... Не знаю, как кто с утра. Вот. Тут тоже кому-то средство для этого попадется. Соль для ванны. Вот. Это дверь на кухню. Квартира достаточно маленькая. К сожалению, я не зарядила свою камеру, чтобы вам более широкий обзор показать. Но показываю, как есть. Вот такие вот моменты тоже были. Вот такие вот. Это мойка. Отдельно печка. Старенький. Вот этот мы оставляем. Старенький холодильник. Этот шкафчик, который был. Это все вы с вами наблюдали. Стук старый. Все четыре, так сказать, года. Шкафчик тоже, конечно. Фужеры я оставляю, потому что мне их просто не было куда замотать. Я за них забыла. В общем, неудобно мне было. Вот. И вот такой вот вид с окна был. Это мы тоже оставляем. Это, кстати, освежитель, по-моему. Дыхание, хотела сказать. Все-таки я люблю эту квартиру, это место. Со всеми ее даже минусами. Это все-таки четыре года прожила. Это тоже какая-то своя... Своя определенная история. Как-то так сейчас грустно стало, редко. Не знаю. Наверное, ностальжировать и грустить мы будем позже, потому что сейчас просто на это нет времени. Скоро придет через минут 20 хозяйка. Мы сдаем квартиру и все. Как-то так. И на этом закончится моя история здесь. На данный момент. И что хочу сказать в итоге. Живите моментами. Жизнь очень такая скоротечная, непредсказуемая, необычная. Да, Микуля, иди сюда. Иди ко мне. Вот такая вот у нас Микуля. Кайфуйте от моментов. Я хочу сказать, что я в каких-то моментах жалею, что я что-то не сделала, что могла сделать. Не получила полноценного удовольствия от этого города из-за своих каких-то разных нюансов жизни. И, в общем, как-то так. Просто любите эту жизнь, кайфуйте. Если у вас есть возможность что-то менять в этой жизни, обязательно меняйте, пробуйте, не бойтесь. Не бойтесь еще того, что мы с вами уже обсуждали, о том, что шаг назад, это всего лишь шаг назад. Это, возможно, шаг для того, чтобы еще выше-выше взлететь. Поэтому никогда этого не бойтесь. Улыбайтесь, все будет хорошо. Я надеюсь, что вы останетесь со мной. Мы еще очень-очень многое с вами будем совершать, менять жизнь, потому что я считаю, что я еще молодая. Еще много чего в жизни можно менять. И я буду рада этими моментами всеми делиться вместе с вами. Вот такой итог, вот такое вот последнее видео на этой квартире. Главное сейчас не заплакать. Вот, что я считаю. В общем, вы поняли. Мне нужно немножко попрощаться, немного времени попрощаться с этой квартирой. Все, мы уже приехали на ЖД вокзал. Красиво тут осенью тоже. Вот эти вот дома я вам уже миллионы раз показывала. Очень красивые. Мне кажется, здесь красиво со стороны, а жить, конечно, только с металлопластиковыми окнами и то с хорошей тройной защитой. Балкончики, кстати, очень такие элегантные. Вот общее наше количество вещей. Кстати, зашли в анималию. Это не реклама, но просто реально хорошие и бюджетные вещи. Вот в анималии на солнечном. Обновили Микки Прикид. Тут три костюмчика. Я уже покажу в следующем видео, когда будем на квартире съемной. Вот, здесь какой-то памятник, жертвам холода, мору, политичных репрессий. Здесь раньше что-то еще было. Я уже не помню, конечно. И крест тут стоит. Мама с Микки голубей пугает. Мы приехали раньше, где-то на час, но даже раньше на такси. Ой, я вам хочу сказать, что... Мне кто-то написал, что самое тяжелое это... Ну, в жизни это ремонт, переезд, свадьба и похороны. Финансово затратное. Вот не тяжелое в жизни, а финансово затратное. Я вам хочу сказать, что это так. Это действительно так. Всякие разные магазинчики от крови. Я еще все не обследовала, не посмотрела. Но я где-то через месяц приеду на коллекцию бровей и губ. Поэтому я думаю, что я еще посмотрю. Отправила Наташу тумбочку. Мы там бабули... Бабули моей соседки с первого этажа. Я вообще с ней не общалась, абсолютно ее не знаю. Но мы там отдали... У нас были бутылки пятилитровые оставались, там пакеты, ананасы я дала банку. Думаешь, не буду отсюда тащить туда банку ананасов. Уже не щуриться не получается пока. Вот. Ну, многое отдали. И мне так, знаете, хорошо на душе, спокойно. Когда отдаешь, вот такое ощущение приятное. Вот. И Веронике тоже там отдавала много. Она забрала некоторые продукты. Сегодня судочки отдала. Ролтер ее отдала. Но это я должна была в любом случае отдать. Поэтому с приятным легким ощущением собираемся и уезжаем. Последние кадры с моего любимого города. Ребята, мы попали в рай. Я сейчас покажу, почему эту квартиру мы сняли. Она реально после ремонта классная. Вот сравните. Цена одна была, что у нас в городе, что здесь. Но здесь намного лучше. Давайте начнем, раз уже открылась ванна. Ванная такая, как не ванная, а как сказать. Кстати, есть вот такая вот у нас будет вентиляция у нас в ремонте. Ну, в квартире, короче, у меня. Вот. Вот такая ванная. Микки помогает озвучивать. Бойлер есть. Он, конечно... А, кстати, меньше того, что у меня был. Туалет. Чистенько все, ну, более-менее. Маленькая рака. Еще надо было мне такое тоже поставить. Вот я выгляжу именно вот так. Так, понятно, что на меня теперь так смотрели. В общем, давайте дальше посмотрим. Это вот, как типа маленький коридорчик. Мне интересно, что вот здесь. Под замком всегда хочется. Вот. Можно... Есть тут Wi-Fi. Вот, есть пароль. Здесь как бы нет двери. Может, за счет этого пространство кажется большим. И одна комната. Кровать большая. Так, фокус, не теряйся. Большая кровать. Полотенце. Ну, полотенце, конечно, маленькое. Она сказала два. Но этим как можно вытереться? Может, завтра в посылке наша придет, и можно будет взять. Ну, реально. Вот. Есть кондиционер. Вот такая большая двухкомнатная кровать. Кстати, натяжные потолки. Но не все лампочки горят. Экономят. Видимо, и молодцы, что здесь так делают. Диванчик есть, на котором посидеть. Можно стула. Две табуретки на кухне. Это я сейчас покажу. Вернусь. Очень интересно сделано окно. Либо это была какая-то такая комната. Двушка. Боже, я в восторге, честно говоря. Здесь тоже окно. Оно сейчас мы откроем. Не знаю, куда. А, оно выходит... Понятно, квартира вина угловая получается. Оно выходит в сторону. Новые батареи. Все новое почти. Кондиционер. И вот такой вот телевизор, кстати, есть. Ух, я восхищена. Не знаю. Просто по сравнению с тем, где я жила. Ну, кстати, видишь, новая эта, а розетка старая. Вот, вот, здесь. Телевизор мы еще не пробовали. Тут какая-то есть телевизор. И к нему... А, смарт-тв. Ютубчик можно смотреть. Надо попробовать. Будем меня смотреть на больших экранах. Не полыты. Тысяча гривен штраф. Вот. Роутер. С тремя штучками такими. И балкон. Балкон, кстати, очень красивый. Вот. Я не хочу... Холодно. Тоже холодно. Да. Вот такой вот вид. Не балкон раз. А вон тряпочки можно будет полы помыть взять. Все есть. Есть стиральная машина. Есть вот такой вот шкафчик. Вот здесь мы с Микки будем обитать, ну, несколько дней так точно. Новая дверь. У нас тут типа такого будет, но более ровная текстура. И кухня. Здесь тоже натянуты потолки. Не знаю, почему в таком оттенке. Столик маленький. Бокалы. Все есть. Как я говорила, стульчик. Вообще, кухня, видно, что сделана новая. Видно, что, скорее всего, делалась под заказ. Батарея новая. Маленький холодильник. Удобный. И вот такой вот низ кухни. Здесь вот стиральная машина очень удобно расположилась. Здесь разные полочки. Я уже так пооткрывала, посмотрела. Мусорное ведро. Где-то посуда. Вот какая-то есть. Есть микроволновка. Мне, кстати, нужно будет купить. Потому что ту я продала Веронике. По минимальной для себя цене. Которую я могла ее продать. Потому что хотела купить себе в новую квартиру новую. Печка на две комфорки. Но для съемной квартиры, в принципе, больше не надо. Элиус. У нас тоже будет элиус. Вытяжка такая вот. А, здесь и варочная тоже элиус. Вот. Здесь нет, как видите, духовки. Но, в принципе, она здесь особо и не нужна. Боже, я уже хочу здесь готовить. Завтра уже будем с вами какие-то кулинарные рецепты записывать. Здесь немного посуды. Вот здесь. Просто здесь. Не знаю. Мне очень нравится. За ту цену, что мы снимали. Вот сравните то, что мы снимали нас из города. И то, что здесь это. Большая таки разница. Тенечко такое осталось. Нам, в принципе, не надо. Но все равно. Мне кажется, здесь шире подоконники. Чем у нас. Вот. Ну, розетки почему-то старые. Я не знаю. Я не придираюсь. Но просто. Но все сделано красиво, аккуратно. Может быть, завтра залежу камеру. Покажу вам на камере полный обзор. Но пока так. Мы сейчас собираемся. Бежим в магазин. Немножко подкупить продуктов. Вот. И встретимся с вами уже на обзоре продуктов. Снимаю обзор покупочек. Кстати, здесь замечательный свет. Прям даже приятно снимать. Обзор покупок с Варуса. Вот. Вот такие вот фитбар. Батончики на перекус. Здесь только инжир. Хорошим составом. Йогурт. Но, к сожалению, когда я его взяла, не посмотрела, что в составе есть сахар. Мой косяк. Поэтому это, скорее всего, не йогурт. Это десерт. Ну, хотя бы безлактозный. Не будет слишком напрягать мои проблемные моменты. Вот. С клубникой и с грушей. Вот такой вот йогурт. Походу, он тоже с сахаром. Поэтому, если что-то вы покупаете с сахаром. Но я для себя так понимаю. Ну, не то, что я понимаю. Я просто смотрю одну девчонку. Тоже она по правильному питанию. По вот этому всему. То есть, если что-то вот все-таки с сахаром, то это, скорее всего, десерт. И можно его совсем немного. Ну, как раз вот такой вот стаканчик. Это мне, маме. Если что, маме я дам на работу. Она пока полноценно от сахара не отказалась. Поэтому, так, капучино тоже для мамы. Я кофе абсолютно не пью. Это крышка от воды. Взяла себе две гранолы. К сожалению, вот самые максимальные, какие можно было взять, это вот эти. Очень тяжело с выбором здесь. Поэтому, наверное, буду где-то заказывать. Иногда это мне очень пригодится. Особенно, когда буду учиться. Я, например, не успела позавтракать. Тоже такое может быть. Поэтому это всегда должно быть. Чай себе взяла. Такой вот. Я очень люблю фруктовые чаи. 20 штучек. Нахабный фрукт. Наглый фрукт. Он вот такой вот. Утром чаек попить, либо же вечером. В прохладную погоду. Также взяла себе вот такие вот макарошки. Тоже, может быть, когда приготовлю, когда-то покажу вам. Маме горячий шоколад взяла себе. Какой-то еще капучино. Так, дальше. Сыр вот такой вот взяла для лаваша с сыром, который я делала. Нужно было взять не нарезной. Но я уже так, думаю, по-быстрому взяли, что взяли. Еще не полностью все взяли, что мне нужно на завтра. Завтра тоже буду готовить. Возможно, вам какие-то рецепты уже подсниму. К сожалению, у меня здесь нет штатила. Поэтому, как получится, так получится. Но это все временные моменты. Завтра, кстати, идем смотреть квартиру. Поэтому не пропускайте. Возможно, завтра выпущу даже два видео, а не одно. Поэтому буду рада вашим просмотрам. Сосиски мама себе взяла. Я такое давно не ем. Вилки я взяла и ложки пластиковые. Я не хочу здесь этого есть. Тарелки это одно, а вилки ложки другое. Полотенце взяла бы, что здесь нет такого большого. Здесь только маленький. Одно, 129 гривен по акции в Варусе. Кокосовое молоко. Это для протеиновых коктейлей. Протеин, конечно же, взяла с собой. Без сахара. Кокосовое с витаминками. Единственное, которое я нашла по безлактозке. Можно его и так пить, но я делаю коктейли. Мыло себе взяла временно тоже. Вот такое халва на фруктозе. Можно тоже опять же с чаем, потому что в чай я сахар не добавляю. Также оливковое масло. Кто спрашивал, где купить масло в спреи? Вот, пожалуйста, это все есть в Варусе. Оно 129 гривен стоит. Достаточно удобное. Но в дальнейшем мы с вами, друзья, будем переходить на кокосовое масло. Тоже буду рассказывать, почему как, немножечко позже. Так, мочалка обычная. Две бутылки воды пока, может, завтра еще больше принесу. У меня жутко болит спина, сейчас ужасно. И взяли вот такой вот крем. Попробуем, помажемся. Вот, потому что невозможно. Завтра, возможно, пойду мерить корсет. И тогда тоже вам об этом расскажу. Далее. Далее буду. Лават со шпинатом. Уже говорила, для чего. Возможно, завтра сделаю завтрак нам с мамой. Нужно еще тогда докупить помидорку. Маме мне нельзя, но маме можно, кстати. Я вспомнила, нужно будет докупить. Вот, как-то такой обзор покупок получился. Это все около 700, даже 800 гривен. Так, останавливаем. В общем, будем сейчас разбираться. Завтра, кстати, еще хочу купить себе что-то для стирки. Потому что есть вещи, которые хочется постирать, освежить. Вот. Я прям кайфую от такой... Ой, господи, вырезалась. От такой кухни классной, светлой. Я знаю, что у меня тоже будет такая. Вот. Я уже жду с нетерпением. Спасибо большое, что сегодня были со мной. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы очень скоро встретимся. Далее буду. Пока-пока. Пока.